В Бишкике на карантин закрылся уже второй центр семейной медицины, на этот раз номер 13. Накануне временно приостановила свою работу другая поликлиника, ЦСМ номер 17, причина заражения сотрудников коронавирусом. Специалисты не сомневаются, массовое инфицирование медиков происходит из-за слабой подготовки государства к пандемии. Заявления высокопоставленных чиновников о полной готовности накануне введения режима ЧП в итоге оказались пшиком. Всем привет, Канад Канеметов с вами. Это какой-то позор? Да, не иначе как позором. То, что происходило вчера с врачами Центра семейной медицины номер 17, не назовешь. Государство, как это обычно бывает, попыталось сделать вид, что проблемы никакой не существует. Целых 17 часов они простояли на улице, требуя, чтобы их поместили в обсервацию. Ведь не могут же они вернуться домой и заразить своих родных. Кто будет рисковать здоровьем близких? Так и не дождавшись помощи от властей, медики своим ходом добрались до обсервации. Вместо ужина им выдали кипяток. Они были преданы Родине, но оказались преданы Родиной. Все 22 человека подавлены, просто разбиты на нет таким отношением к ним со стороны штаба и Минздрава. У главврача Ташибековой ночью случился гипертонический криз на нервной почве. Утром изволил явиться к ним замминистра Минздрава господин Мамбетов. Не извинился, что-то говорил о том, что он человек маленький и ничего не решает. «Чего солдат жалеть? Бабы новых нарожают». Фразу эту приписывают то Сталину, то Жукову, то Буденному, то даже Шереметьеву. Не знаю, кто из них сказанул такое, но меня не покидает ощущение, что власти Кыргызстана живут точно по такому же принципу. Врачами они разбрасываются, специалистов не берегут. Ну да, их же у нас как грязи. Невероятная развязка триллера «Борьба с коронавирусом по-кыргызски». Жесть на выбор. 43% из всех зараженных в столице Кыргызстана – медработники. Это конец сказкам, что ситуация под контролем, и байкам, что в стране есть противоэпидемслужба. Принудительная мобилизация медработников без гарантии обеспечения СИЗ. Конец конституционному праву на здоровье и жизнь. 17 часов медработники ЦСМ-17 прождали и сами добрались до обсервации. Конец алгоритмам МЗ. Минздрав ничего не слышал о закрытии целой организации здравоохранения, когда с утра услышала и вздрогнула вся страна. Конец коммуникационной стратегии республиканского штаба. Защищать своих подчиненных чиновники Кыргызстана не станут никогда. Это такое неписанное правило. Почему медиков заставили прождать 17 часов на улице? Ответ руководства Минздрава никого не удивил. Опять врачи гады виноваты. Здесь проблемы возникли из-за того, что пока решили вопрос с оплатой за гостиницу, потому что наши специалисты захотели более, так скажем, приличные условия. Они отказались от госпитализации в существующие обсерваторы. И через меры пришлось решать вопросы об устройстве их в отдельную гостиницу. Вопрос был исчерпан. Вчера вечером буквально мы выезжали на места. Там везде было спокойно. Они были устроены. Замминистра обвинил во всем врачей. А вот премьер считает, что виноват кто-то другой. Мухаммед Калай Аблагазиев поручил провести расследование и рассмотреть ответственность виновных за непринятие мер по защите здоровья медиков. Вице-премьер-министру Аиде Исмаиловой поручено начать проведение служебного расследования с рассмотрением ответственности виновных за то, что вовремя не приняты меры по защите здоровья медиков, в частности, врачей Центра семейной медицины номер 17. Из пресс-релиза правительства Кыргызстана. Главный врач Бишкекского центра госсанапиднадзора Айгуль Бишиналиева уволилась по собственному желанию. Действительно ли она ушла добровольно или ее заставили это сделать, сказать сложно. Дела в центре госсанапиднадзора шли не очень хорошо. 26 сотрудников заразились коронавирусом. Временным главой учреждения стал Улан Кундашев. Тем временем в Кыргызстане выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. В Наринской области у 11 человек положительный тест на вирус, в Ворской области у пятерых. В южной столице выявили один новый случай. Таким образом, инфицировано в стране теперь 506 человек. Более 200 кыргызстанцев накануне прилетели из Турции. Их поместили в обсервацию. В числе возвратившихся сотрудница телеканала «Апрель» Камила Валиева. Она рассказала об условиях проживания в обсервации. Здесь есть тоже чай, все необходимые приборы, то есть чайник. Но очень-очень-очень грязно. И претензия даже не к тому, что «Ой, как грязно, посмотрите». Но это как минимум небезопасно, потому что я так понимаю, что здесь жили до этого тоже на обсервации люди. И это все, наверное, не обрабатывалось и не мылось, потому что можно найти использованные перчатки, мусор. Здесь остался в предыдущих постояльцах. Очень пыльно. То есть это небезопасно, так скажем. Вот. Вот эта комната наша на двоих человек. Постельное белье, да, ли, чистое. Вот здесь все. Можно вот посмотреть, вот грязный очень пол. Или дали бы нам самим какие-то средства, мы бы убрались. Либо вот что-то, потому что это, мне кажется, не очень безопасно. Вот вид такой с окна. Вот, например, очень-очень-очень грязные такие вот стаканы у нас здесь есть. Альмазбеку Розалиев призывает кыргызстанцев не нарушать режим самоизоляции. Комендант не скрывает, что раздражается, когда видит праздно шатающихся людей. Они выходят на улицы, гуляют с детьми в парках и скверах. Хочу напомнить, что опыт таких стран, как Италия и Испания, где резко распространился этот опасный вирус, именно начался с парковых зон и улиц, где люди продолжали гулять и общаться. Десятки, а может быть и сотни мелких предпринимателей не могут получить у комендатуры спецпропуски. Каждый раз им приходит один и тот же ответ. В выдаче пропуска отказать владельцы продуктовых магазинов в отчаянии. Они не могут возить товар, не могут даже доехать до своих павильонов. На блокпостах их не пропускают. И с начала объявления карантина мы постоянно подаем заявку на получение автопропуска. Нам постоянно отказывают. Сегодня в очередной раз пришел отказ. Формулировка, что нет документов, подтверждающие острую необходимость в получении данного автопропуска. Полмесяца я уже не попадаю в магазин, не работаю там. Туда ездит только мой отец на скутере. У него была операция на сердце два года назад. То есть постоянно пробиваться через посты с руганью, со скандалами. Это для него тоже очень не полезно. И когда дожди и холода, он остается там. Вот уже практически неделю он не был дома. Он там ночует, потому что больше нет варианта. В этот раз мы собирали подписи жителей близлежащих домов, кто покупает у нас продукты. Это тоже не помогло. И у нас есть кредит за этот магазин, за который нам надо оплачивать. И нам отказали от срочки платежа. По правилам комендатуры покидать жилище можно только по двум причинам. Если закончились продукты и лекарства. Причем не дальше полутора километров от дома. Окей. А что если в близлежащих магазинах ничего кроме молока и хлеба не продают? Хочется ведь и мясо свежего, и картофель жареный приготовить. Все равно придется идти на базар. Логики нет. Составили город блокпостами. Пешком можно ходить, а вот на машине ездить нельзя. Словом, богат наш город идиотскими правилами. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А еще комендант Алмазбеку Розалии в последнее время часто философствует. Последние его рассуждения о добре и зле позабавили Корнет. Как говорят, доброта и счастье – это две стороны одной медали. Чем больше мы отдаем, тем больше получаем. Чем больше мы делаем добра, тем счастливыми мы становимся. И все, что делается с добром, это очень надолго. Я вас призываю всегда быть добрыми и помогать тем, кто нуждается в помощи. Это может быть ваши соседи, братья, сестры, друзья или любой гражданин. Я обращаюсь к хозяевам съемных квартир. Проявите терпение. Проявите доброту. Не надо выгонять на улицу многодетные семьи. После окончания чрезвычайного положения, я думаю, вы проявите снисходительность и получите свои деньги. Основной принцип моего существования – служение гуманистическим идеалам человечества. Молодец. Горжусь тобой. Бери девочку, дуй в кино. Давай. Адвокат Замир Джошев требует выпустить Алмазбека Тамбаева под домашний арест. Состояние здоровья экс-президента ухудшается. Состояние здоровья Алмазбека Тамбаева на сегодняшний день неудовлетворительное. И это связано с пониженным артериальным давлением. Об этом мы говорили с начала этого года и продолжаем говорить, поскольку состояние его здоровья не улучшается. И это мы считаем невозможно в стенах СИЗО ГКНБ. В силу отсутствия условий и иных обстоятельств врачи СИЗО ГКНБ не могут объективно оценивать его здоровье, состояние его здоровья. В этой связи мы считаем, что необходимо освободить Алмазбека Тамбаева из-под стражи и создать условия для того, чтобы независимые медицинские работники тщательно провели тщательное обследование его здоровья и дали объективную оценку. И провели лечебные процедуры. Обещанные аккредитации независимые СМИ так и не дождались. В преддверии продления режима ЧП аппарат президента рекомендовал все-таки выдать аккредитацию журналистам частных медиа. Но прошло уже несколько дней, а ВОЗ и ныне там. Может передумали? С вами был Канат Канеметов. Всем мира!